День студента Мы будем рассказывать вам в прямом эфире о творческих фестивалях, о творческой жизни нашего музыкального училища и рассказывать вам о интересных наших выпускников А на нашу сегодняшнюю программу мы пригласили заведующего теоретического отделения, заслуженного работника культуры Чувашской республики Салихова Артура Равильевича Добрый день, Артура Равильевич Добрый вечер Очень рада вас видеть в нашей программе Как ваше настроение, как ваше здоровье Замечательно, все хорошо Наверное, стоит начать нашу программу с истории вашего отделения Расскажите, пожалуйста, как оно начиналось? Ну, что я должен сказать, что появление или открытие этого отделения Ну, отразило общую какую-то тенденцию в нашей стране вот в конце 50-х годов Ну, вы знаете по истории, что наша страна уже к этому времени оправилась от разрухи войны Появились новые задачи и вот активно начинает развиваться музыкальное образование, в том числе и начальное музыкальное образование Стало много открываться школ музыкальных И на этой вот волне потребовались специалисты, преподаватели музыкально-теоретических дисциплин Преподаватели сольфеджио, музыкальные грамоты, музыкальные литературы Гармонию Ну, гармонию в школе не преподают, но вот для музыкальной школы нужны были именно такие специалисты Кроме того, в вузах страны, например, уже существовали факультеты музыковические И для их пополнения абитуриентами нужны были тоже профессионально подготовленные именно в этом направлении Абитуриенты, студенты и так далее Вот так появились в конце 50-х массово стали открываться теоретические отделения Что касается Чебоксарского музыкального училища, отделение было открыто в 1959 году Через 9 лет Да, вот, ну, с одной стороны тенденция, а с другой стороны всегда нужны люди Которые взяли бы на себя вот эту ответственность и сделали бы дело, да? Вот таким вот человеком, который сыграл решающую роль в открытии отделения был Виктор Александрович Ходяшев Один из самых авторитетных и выдающихся музыкальных деятелей Чуваши, композитор, дирижер, музыкант Вот, выпускник Академии имени Гнесиных Вот, один из на тот момент наиболее подготовленных и профессиональных, так сказать, музыкантов Вот его усилиями было открыто отделение, и он стал первым заведующим отделения Вот, к нему присоединились в качестве педагогов тоже очень авторитетные представители музыкального искусства Чуваши Это Анатолий Алексеевич Петров, композитор Вот, член Союза композиторов России уже в то время И первый профессиональный музыковед Чуваши Юрий Александрович Илюхин Который к этому времени уже закончил Казанскую консерваторию именно как музыковед Это был первый музыковед в Чувашии с высшим образованием Вот они составили такой костяк педагогической на отделении В середине 60-х годов к ним присоединилась Ольга Алексеевна Суханова Потомственная казанская интеллигентка, выпускница Казанской консерватории Преподаватель музыкальной литературы И вот эти люди обозначили некую веху и точку отсчета, так сказать, жизни отделения Определили ее высочайший уровень, что ли, отделение преподавания и так далее Ну вот я могу вспомнить слова наиболее авторитетного на сегодня музыковеда Чувашского Михаила Григорьевича Кондратьева Он тогда был студентом, одним из первых студентов отделения Вот с приходом Суханова началась новая эра Вот понимание, например, музыкальной литературы Ну и в дальнейшем уже пошло пополнение выпускниками отделения, педагогами Одним из первых педагогов был Юрий Егорович Першунин Выпускник, который потом поступил в Гнесинский институт, это ныне академия в Москве На заочное отделение и параллельно стал работать на отделении преподавателем Да, и более 40 лет, это был такой ветеран К сожалению, не так давно он ушел из жизни Он проработал более 40 лет на отделении В 70-е, 80-е годы отделение пополнилось преподавателями Очень интересными, яркими Алевтина Николаевна Шелепова, например Людмила Васильевна Половина Александр Аркадьевич Иосиф в 80-е годы работал Тоже сегодня известный журналист музыкальный, музыковед Он на телевидении государственном работает, вы его, наверное, знаете Алевтина Михайловна Григорьева Да, она создатель курса мировой культуры Я думаю, это был лучший курс Я не побоюсь сказать, что в республике лучше, я не знаю Преподатель именно в этой области Она создавала этот курс мировой художественной культуры Вот, на сегодня на отделении работает коллектив Очень высокообразованных, профессиональных, талантливых преподавателей Среди них, вот я уже упоминал По-моему, не помню Там Светлана Ильична Макарова Один из самых авторитетных, известных музыковедов Музыкальных деятелей республики Заслуженный деятель Чувашии Стана Борисовна Токаленко Да, Стана Борисовна Токаленко Заслуженный работник Чувашии Кстати, Стана Борисовна у нас, по-моему, единственный педагог Призер Всероссийского конкурса Преподавателей музыкально-теоретических дисциплин Которая получила почетный диплом из рук министра культуры Мы можем этим гордиться Людмила Викторовна Осипова Из молодых, вот более молодых Ершова Людмила Лягидна Галина Ивановна Михайловна, тоже заслуженный работник культуры Чувашии Коллектив очень такой высокообразованный, профессиональный И атмосфера у нас на отделении прекрасная Мы все друг друга понимаем Это самое главное Да, я думаю, что большое значение имеет климат психологический Мы все, как говорится, в одной упряжке Делаем общее дело И это нам очень помогает Мы всегда локоть, как говорится, друг друга поддерживаем Потом я бы хотел назвать еще Ларису Леониду Баренкову Заслуженный деятель искусств Чувашии Член Союза композиторов Чувашии и России Она ведет у нас классы композиции Класс композиции Это очень такое интересное направление Я о нем чуть позже скажу А у вокалистов она, кстати, преподавала сольферджио Да, она ведет все различные дисциплины Но вот очень важно, что она держит в своих руках Она, кстати, ученица была Виктора Александровича Ходяшева Он вел композицию И он как бы передал ей вот эту эстафету преподавания Именно так уж получилось, что отделение стало базой для чувашских композиторов Но я об этом, может быть, еще попозже Да, скажу, вернусь к этому Вот, ну, что касается за годы Вот, кстати, нам в 2019 году будет уже юбилей Сколько там, 50-60 лет, да, вы считаете? Да, да, да Уже будет юбилейный год За эти годы, конечно, выпущено не одно поколение музыкантов Профессионалов, которые работают и в городе у нас В школах музыкальных, педагогии и так далее Потому что это задача была главная, да Подготовить преподавателей И поэтому в школах города, на Учебоксарской республике В очень многих школах наши выпускники на сегодня Они продолжают, так сказать, заложенные на отделении Полученные знания реализуют, учат детей дальше Ну и в России, даже за рубежом у нас есть работающие выпускники Но, конечно, у нас есть чем гордиться У нас есть выдающиеся совершенно выпускники Вот открытие отделения в 1959 году Дало свой результат уже к концу 60-х Ну, скажем, где-то вот примерно в 65-м В 64-м, 65-м году Выпустились два выдающихся, я считаю, деятеля Музыкальной культуры Чувашии Это заслуженные деятели искусств России Это доктор искусствоведения Профессор Михаил Григорьевич Кондратьев Который на сегодня является лидером Вообще Чувашского И одним из авторитетнейших музыковедов Российского музыковедения Это заслуженный, авторитетный человек Которого знают и за рубежом То есть это вот мы можем гордиться И, конечно, я должен назвать имя Александра Георгиевича Васильева Выдающегося композитора Который обозначил новую веху Вообще в развитии Чувашской профессиональной музыки Он по существу обозначил уровень композитора Чувашского 20-го века Это крупнейшая величина конца 20-го, начала 21-го века Выдающиеся два вот этих деятеля Они оба выпускники нашего отделения Так что мы можем гордиться Мы можем гордиться, например, Светланой Викторовной Ильиной Света Беловой, я ее называю, моя ученица Сегодня она проректор Чувашского педуниверситета Выросла в такого Окончив после нашего отделения, нашего училища Казанской консерватории Она кандидата в искусствоведение Кстати, под руководством Михаила Григорьевича Она защитила диссертацию Стала работать на музыкальном факультете пединститута тогда Теперь это академия И сегодня выросла в проректора Кроме того, у нас есть еще очень интересный факт Если вам интересно, я могу рассказать Да, нам очень интересно У нас училась выпускница нашего отделения в 90-е годы Анна Нюрнберг Она из Чебоксар Сейчас она живет и работает в Германии После окончания Казанской консерватории Она выиграла грант правительства Нидерландов То есть заинтересовала своей работой Была приглашена и жила целый год в Нидерландах То бишь в Голландии И работала в архиве Мендельсона Ну, вы знаете, это крупный немецкий композитор-романтик 19 века Изучала его музыку и написала фундаментальную работу Посвященную органному творчеству Мендельсона Вот, в общем-то, такого уровня объемной, всеобъемлющей работы Об органной музыке Мендельсона в России не было То есть она была первой, кто написал такую работу Непосредственно соприкасалась с рукописями Мендельсона, с его письмами И вот сейчас она работает в Германии Так что у нас есть чем гордиться, конечно, да Ну и многие наши выпускники после окончания отделения Конечно, продолжают свое обучение Мы ставим такую цель, чтобы они не останавливались на достигнутом Вот, и продолжали, получали высшее образование И, конечно, наши выпускники продолжают и учились И поступают в самые престижные музыкальные, что очень важно Музыкальные вузы нашей страны Включая Московскую консерваторию, Санкт-Петербургскую консерваторию Ну вот я могу назвать, приблизительно за последние 20 лет, если перечислять Вот с конца 90-х до нашего времени, до настоящего времени Скажем, вот в Московской консерватории учились после нас и закончили ее Кошкина Оксана, которая специализировалась и как композитор И закончила как органист И, можно сказать, это был первый представитель, выходец из Чувашии Профессиональный органист, закончивший Московскую консерваторию Вот по классу органа Это тоже интересно, правда? Да Мария Черкова, например, тоже в 2000-е годы уже закончила Она, кстати, была победителем первого конкурса всероссийского имени Холопова Холопов – это выдающийся музыковед, профессор Московской консерватории Сейчас вообще много конкурсов, вы знаете, всероссийских, международных Ну, разного уровня, что там грехотать, очень часто не отвечающие этому высокому уровню Там, в разных городах Ну, вот она в Москве победила Это, то есть, московский конкурс Это высочайшего уровня И она стала победителем по номинации музыкальной литературы Ее руководителем была Татьяна Сергеевна Савран Она раньше у нас работала, сейчас она в Ярославле живет и работает После нее Мария Евсеева, ныне Митина, заведующая литературной частью оперного театра Тоже наша выпускница, тоже была призером этого очень престижного конкурса имени Холопова Так что вот мы можем отметить и ее Анастасия Андреева Сегодня она в Чебоксарах живет Тоже выпускница Московской консерватории Упускница нашего теоретического отделения Она тоже там лауреат всяких конкурсов Ну, скажем, она была лауреатом международного конкурса музыки Баха, например Действительно, такой настоящий, серьезный был конкурс Сергей Евдокимов Ныне живет и работает в Москве Музыкальный критик Пишет статьи в различные журналы в Москве То есть уже такой вот закрепившийся наш выпускник Так что вот этот представитель, который учились в Московской консерватории С успехом ее закончили Петербургскую консерваторию Там в Петербургской учились Ольга Григорьева Елена Исмукова Борис Салмин Вот о Боре хочу сказать отдельно Он у нас с успехом занимался композицией По классу Юрия Павловича Григорьева Может, вы знаете такого композитора Тоже, кстати, выпускник теоретического отделения И он стал победителем в свое время Где-то это был год 98-й, может быть, в конце 90-х Первого конкурса композиторского тоже Московского композиторского конкурса Хрустальный камертон Он написал квартет и занял первое место После этого он поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию По классу композиции Закончил, живет и работает в Петербурге Вот все-таки о конкурсах Ваши студенты На какие конкурсы все-таки они едут? То есть я вот Суть По композиции Еще вот Просто теоретик для меня Да, она там, да, на конкурсе Да, ну, вы знаете, я могу сказать, что наше отделение Оно такое универсальное, разнонаправленное Наши ребята участвуют Вот есть и конкурсы по общему фортепиан, допустим, в Казани проводят Для различных специальностей И, как правило, там занимают призовые места Или становятся победителями Но, конечно, приоритетом для нас являются профессиональные конкурсы Именно музыковедов, музыковедческие Есть и композиторские конкурсы Вот я и Борис говорил И другие были конкурсы у нас Ездили у нас ребята и побеждали Вот, но нас, конечно, привлекают конкурсы профессиональные Где уже определяется будущее стезя Именно музыковедческое На сегодня у нас есть два ведущих вуза Вот для нас в нашем, вот в Павловском регионе Это Нижегородская консерватория проводит Всероссийский конкурс И Казанская консерватория Тоже всероссийский конкурс Именно студентов и выпускников теоретических отделений И вот мы, ну, постоянно присутствуем на этих конкурсах И часто, если не сказать всегда, но почти всегда Не уезжаем оттуда без наград, без призов, без побед Но вот в последние годы, ну, буквально 4-5 лет Вот в течение вот этого последнего пятилетия Четырехлетия я могу назвать такие вот победы заметные Это Николай Кадыков Ныне учится в Нижегородской консерватории Как симфонический дирижер будущий Он был победителем всероссийского конкурса в Нижнем Новгороде А это так называемый номерной конкурс Он входит в определенный перечень Министерства культуры России Очень серьезное такое мероприятие По его стопам пошла Никифорова Юлия на другой год Где-то в 2015 году Если не ошибаюсь, может, в 2014-2015 год Стала тоже призером этого же конкурса И, кстати, заработала деньги неплохие Она заработала стипендию в размере 20 тысяч И, так сказать, ежемесячную Обучается сейчас с успехом тоже в Нижегородской консерватории А на отделении какие-нибудь конкурсы проводятся? Проекты, может быть, существуют? Ну, безусловно, конечно, конечно Обычно мы какие-то проводим внутренние Во-первых, у нас вот есть уже республиканские Сейчас наше руководство подумывает о переведении его на уровень Может быть, всероссийского Может быть, межрегионального конкурса Это Вива Сальфеджо Он проводится ежегодно Вот второй семестр, если мы берем Где-то в феврале, в марте месяце И наши ребята там участвуют Потом мы обязательно проводим какие-то олимпиады Или конкурсы Или какие-то конференции Посвященные датам определенным Скажем, недавним прошлым Посвященные Скрябину, например, Александру Николаевичу Или, допустим, Чайковскому, Рахманинову Такие значимые имена Они не проходят мимо нас Мы обязательно как-то это отмечаем И проводим в виде соревнований Или в виде какого-то обсуждения Проектов каких-то, там, выступлений, докладов Это обязательно мы делаем Конечно, мы проводим различные мероприятия Посвященные представителям чувашской музыкальной культуры Безусловно, да Мы должны помнить о наших выдающихся деятелях Недавно прошла всероссийская конференция С международным участием Посвященная 110-летию Геннадия Воробьева Это был выдающийся музыкант К сожалению, так трагически его судьба сложилась В 21 год, будучи уже выпускником Московской консерватории Он заболел и серпозирно скончался Но оставил очень яркий, серьезный, такой значительный след в чувашской музыке Определив даже в какой-то степени Эти перспективы развития чувашской музыки Он смотрел намного дальше Вот И проводилась всероссийская конференция Наши ребята там присутствовали, участвовали Педагоги выступали В том числе и ваш покорный слуга Да, да, да Вот Так что Мы проводим, конечно И на нашей площадке Различные мероприятия такого уровня Общеучилищного, общегородского, республиканского Это входит в нашу прямую обязанность И, конечно, ребята участвуют Вот Ну Могу продолжить, если вам интересно Да, конечно Интересно, да Об выпускниках Да, вот Меня вот я собрал, вспомнил Все это забывается Ну, где-то вот я немножко вспомнил Ну, коротенько Что-нибудь самое интересное Скажем Академия театрального искусства в Петербурге, например Это очень интересное заведение Высочайшего европейского уровня Наши выпускники Марина Казанкова Закончили эту академию Сергей Фишер Он, Сережа Он был, кстати, зав Литчастью в свое время в нашем театре А теперь он является заведующим литературной части Михайловского театра в Петербурге Ну, для справочки я вам скажу Что Михайловский театр Ну, можно сказать Входит в тройку лучших оперных театров России Большой театр Мариинский Михайловский Артур Авелий, спасибо большое Что вы пришлите на нашу программу Мы желаем вам крепкого здоровья Счастья, благополучия И с наступающим Новым годом Взаимно я тоже желаю вам всего успеха Творческих успехов Чтобы вы развивались И все было замечательно Спасибо большое Ну, а теперь небольшая реклама Дали на нашу программу Мы пригласим студентку второго курса Анастасию Семенову И выпускника Яшебаева Антона 2016 года Яшебаева Антона Не переключайтесь И вновь с вами музыкальное училище Ими Федора Павлова И сегодня у нас в гостях Анастасия Семенова Здравствуйте Студентка второго курса Теоретического отделения Да Привет, Настя Привет Мы очень рады тебя видеть на нашей программе Мои любимые однокурснички Как твои дела? Как настроение? Новогоднее хотя бы какое-то настроение Да вот знаете Новогоднее настроение Только недавно стало проявляться Хотя я уже заметила В конце ноября Уже там Ёлочки Снежиночки Но снега вообще нет Это да Поэтому как-то так стало грустно А вот тут недавно Совсем Вышло И вот Вчера даже буквально Я зашла на работу И у меня просто такое настроение Я говорю Чувствовать елками Пахнет прям Хотя мне говорят Да какие елки? И снега даже нет Да снега да Особо-то Прям вот такой аромат И говорят Давайте уже украшать елочки На стеклах Всякие снежинки Шарики И мне прям Такое прям настроение Классное В предвкушении Уже хочется быстрее сдать сессию Чтобы уже были наконец выходные Можно было бы подольше поспать Потому что каждый день вставать Вы наверное меня сами поймете В 6.30 утра И до 9 в училище Это вот наш такой обычный график Это как-то уже немножечко надоело Хочется от отдыха А к сессии готовишься? Ну потихонечку уже начинаю готовиться Да Долги сдавать по каким-то предметам Почему-то просто все в порядке Вот так что А вы? Мы готовимся Мы тоже Слава Богу Скоро сессии Обращайтесь если что там Теоретические дисциплины Помогу в гармонии Спасибо Ну хотелось бы Чтобы ты нам рассказала Откуда ты вообще? Я знаю что ты не из Чебоксар Нет я Я не из Чебоксар Я из города Канаш Немножечко расскажу о своей семье Да У меня вообще Я наверное музыкант в третьем поколении Потому что у меня была бабушка музыкант Закончила наше музыкальное училище Как дирижер хоровик У меня мама Музыкант Она также закончила наше училище Как пианистка И я вот как бы в третьем поколении Поступила на теоретическое отделение Вот И с детства конечно у меня в доме музыка Шум, смех Игра на фортепиано И даже не обговаривалось Когда я поступила в школу в первый класс Мама мне как-то спросила Настя ты будешь поступать в музыкальную школу Я говорю Да скорее всего буду поступать И поступила я на фортепианное отделение Проучился там пять лет Но в связи с возрастом Моего характера может такого взрывного момента В любом вот такой переходный возраст Когда ничего не хочется делать Хочется гулять на улице Уроков делать неохота А особенно усидеть с альфеджио Учить диктанты писать Это очень Фортепиано И я проучилась пять лет на фортепианном И потом ушла на дирижерскую хоровую То есть я заканчивала еще два года На хоровом отделении А почему именно в училище И именно теоретическое отделение? С этим вообще такая большая история Я вообще в принципе не собиралась поступать На теоретическое отделение Тоже сейчас издалека начну Я когда закончила музыкальную школу Я думала что я буду поступать На дирижерское хоровое отделение В наше училище Но ближе к девятому классу Я тоже ходила на подготовительные курсы В нашу школу Брала уроки с альфеджи, вокала Но потом как любой ученик Мне захотелось выпускного Мне захотелось 11 класса Мне не захотелось расставаться С моими подружками И я поступила И вообще сказала все Я больше не хочу быть музыкантом У меня прям резко наотрез Нет, нет, нет И мама говорит Да почему, да как Но она не стала настаивать Она говорит Это твоя жизнь И я закончила 11 классов И вообще готовилась поступать на филолога Вот Готовилась поступать на филологический В ЧГПУ имени Иван Яковлевич Яковлева Ты поступила? Я поступила в ЧГПУ Но поступила не на филологический Потому что я по баллам не прошла Там был большой конкурс К сожалению, на бюджет И мы с мамой решили подать еще документы На факультет художественного и музыкального образования И прошла прослушивание И меня взяли Сказали, что у меня очень хорошие данные Вот Ну после первого курса У меня как-то вот Я не знаю Вот мама всегда говорит, что Ты как будто бы Все с обратной стороны начинаешь Обычно люди сначала заканчивают школу Поступают в училище Идут в университет или в консерваторию А у тебя все наоборот И как-то на первом курсе, когда я проучилась У меня была мысль поступать В училище на фортепианное отделение И мы даже с моим преподавателем Начали готовить программу Но я почему-то испугалась Мне показалось, что Не справишься Не справишься Не будешь спевать Я сейчас просто знаю Как нас занимают пианисты По 5-6 часов в день И это очень дорогой труд И очень кропотливый И я как-то так Побаивалась Съехала с темы И как бы закончила Продолжила свое обучение Уже в ЧГП А когда уже ближе к концу третьего курса Мама Как-то мы с ней разговаривали вернее И мама говорит Настя, я тут недавно разговаривала Преподавательница из училища Мы на конкурс ездили И вот Есть вакантные места Не хочешь в училище? Я говорю Да какое училище? Там же сложно Там вообще база Она говорит Ну попробуем Ну почему нет? Я говорю Ну а куда ты хочешь? Я говорю Ну я даже не знаю Ну я думала максимум Это дирижерское хоровое Как бы для меня Она говорит Ты не хочешь на теорию? А для меня всегда теория музыки Это было что-то такое Сверхъестественное Для меня когда я вообще слышала Слово теоретик Это было такое О боже О боже То есть человек Который в принципе Все знает Должен все знать Про каждого Ну я просто вот смотрю Вот на наших преподавателей Даже в институте были Которые в школе Все знают Что не спросишь Там Жизнь творчества Произведения Анализ этого произведения По форме И мама говорит Да попробуй От этого ты ничего не проигрываешь И я ходила На подготовительные курсы И как-то так готовилась И как-то так получилось Что я поступила Прошла успешно Экзамены Все сдала И сейчас я ни капли не жалею Что я учусь Потому что я Все-таки пошла Наверное в училище За профессиональным музыкальным Классическим образованием Потому что в дальнейшем Я бы хотела больше работать В культуре В музыкальной школе То есть вот Что-то связанное На родину к себе поедешь Или будешь в Чебоксарах Ну Я не думаю Что я поеду на родину Где-то наверное Может в Чуваши Но жизнь покажет Пока меня в принципе Все устраивает Вот как-то так А я знаю Что ты еще Учишься Да и работаешь Одновременно То есть ты сейчас Учишься в ЧГПУ Нет Я сейчас учусь В музыкальном училище Я учусь в магистратуре На первом курсе Потому что да Я закончила в этом году Наш ЧГПУ Поступила в магистратуру И учусь в музыкальном училище И плюс еще работаю В нашем же училище Педагогом-организатором И как тебе нравится? Как ты вообще все успеваешь? Как ты распределяешь свое время? Раньше Вот если бы меня спросили Об этом год назад Я бы даже не знала Как ответить Потому что Когда я начинала учиться В училище я пришла Мне первый месяц Просто разрывалась голова От того потока информации Что нужно все знать Плюс нужно все знать углубленно И тебя везде требуют Спрашивают Я просто реально Выходила там С училища В десятом часу Уже Я просто звонила маме Говорила Мам Я устала Я устала Я не могу Она такая Да все в порядке Ты там свыкнешься Привыкай Первый месяц только Да, первый месяц Еще я боялась То, что Ну, возраст-то разный А я же после университета Я очень переживала За то, что Я ни с кем не подружусь Не найду Какого-то Общего языка Точно прикосновения Да, но В дальнейшем Это все как-то рассеялось Все стало в порядке Вот А по поводу работы Тоже интересная история Я понимала, что нужно работать Да Потому что уже Ну, чтобы и стаж был И вообще И я Хотела пойти в детский сад Работать Но Потом Через пару дней После того, как я уже все настроилась Куда я пойду работать Ко мне Подошел наш Нэль Шукатвич Гараев И предложил должность Подогог-организатору То есть все мне объяснил Конечно, было страшно В самом начале Но Сейчас Ну, потихонечку Свыкаюсь Привыкаю И Чем больше я этим занимаюсь Тем больше мне нравится Вот эта вся обстановка Студенты Общение с преподавателями Отвечать на телефон Звонки Когда кто-то звонит Что-то там пытаться Организовывать Помогать Ну, я, конечно, понимаю Что я мало еще Что могу Но уже Какой-то опыт набирается И дальше будет только лучше А тебе это нравится Вообще этим заниматься? Да Вообще, как вот проходит день Педагог-организатора Если только взять Ну, мой день проходит Я работаю Начиная с 8 до 5 То есть мы приходим на работу Проверяем Письма, почту Если какие-то письма есть Новые или неотвеченные Мы отвечаем Потом Ну, я больше, конечно Работаю со студентами То есть С их личными делами Там С зачетками Иногда, если там понадобятся Пропуски Пропуски Ну, да Это со журналами Со студенческим самоуправлением То есть Тут совет Волонтеры Профсоюз То есть Все мы Контактируем Между друг другом Вот Общаемся Очень мне все нравится Пытаюсь Быть на одной волне С студентами Вливаться В их жизнь Потому что я понимаю Что я только что Пришла работать Но они знают Что я как бы студент Только работала Первые там недели Все так смотрели Да И как бы А ты что здесь работаешь? Я говорю Да, я здесь работаю И можно понять То, что Ну, они во мне, конечно Видят сначала В первую очередь Студентку А не как Ну да Педагога Ну, я думаю Со временем Это все Перейдет в такое Более нормальное Русло Все будет хорошо А сколько Часов в день Занимаешься? На игре фортепиано Там Вообще Или вообще У тебя есть время Или все С утра Приходишь к пяти И начинаешь заниматься Вообще Я занимаюсь сейчас Вот если так Брать Часов в день Часов в четыре Потому что Если мне нужно Выучить Что-то конкретно А так Могу два часа Позаниматься Ну, то есть В зависимости от того Какая у меня нагрузка Если у меня есть Свободное время Я иду, занимаюсь Беру класс Но так как у нас В училище Днем нереально Даже в шесть Взять класс Да То приходится Только вечером И в связи С тем, что я еще работаю Приходится только Заниматься После пяти вечера Вот Ну, конечно Иногда могу там Прохалтурить Не пойти там Ну да Ну, в основном Каждый день стабильно Потому что Вообще Любой музыкант Это труд Большой Кропотливый И если ты не будешь Работать над собой То ничего не получится У тебя ничего не получится Мало иметь способностей Их нужно развивать Потому что Я знаю многих людей Которые У которых, вернее Были способности какие-то Но они просто ничего не делали Надеясь на то, что Ай да Как-то так Прокатит Все будет хорошо Все будет нормально Но в итоге Все шло по наклонной вниз Потому что Нет вот этого регулярного Систематического занятия Когда ты каждый день Например, даже вот с альфеджи Поешь минут 15 в день У тебя уже какой-то результат Если ты там делаешь гармонию Не садишься делать за день До урока Там три задачи Когда ты там можешь сделать Пять часов Ее делать А можешь Каждый день Распланировать По чуть-чуть По чуть-чуть Вот сегодня я сделала Столько-то так Такое желание Такое желание быть лучше Каждый день Узнавать более новое Совершенность Что-то для себя Да, на самом деле Я люблю безумно музыкальную литературу Когда мы там изучаем Разных композиторов Их творчество Их произведения Правда, не всегда люблю Музыкальные темы учить Это твой самый любимый предмет? Ну, я бы Или какие-то еще другие У меня нет любимых предметов В училище Мне все почти нравится Просто как-то акцент На музыкальную литературу Мне идет больше Ну, вот Почитать Это ближе к тебе, да? Ну, да Именно разговаривать Рассказывать про творчество композиторов Анализировать Хотя это тоже не всегда получается И тоже нужно правильно уметь Анализировать произведения Правильно подбирать слова Вообще теоретики не имеют Право Как я сейчас начинаю понимать На ошибку какую-то То есть, если они говорят То они должны Сто раз проверить И вот Железобетонно Что да, это правда Чтобы потом не было Никаких вопросов По поводу того, что А вот ты знаешь У меня другие сведения Как ты это объяснишь? А ты сидишь и не знаешь То есть, у тебя должна быть Вся информация абсолютно Если ты что-то уже рассказываешь Что ты должна рассказать Это так Чтобы Твой спеседник Был убежден полностью Что ты права на все 100% Вот Ладно, поговорили обо всем О том, как ты занята То, что у тебя не хватает времени Но на свободное это время есть Свободное время Я вам сейчас такой интересный случай Скажу У меня подруга есть И каждый раз Она мне звонит Настя, давай увидимся Вечером У меня нет времени Я говорю У меня нет времени Не угадай-ка Она говорит У тебя каждый день твой Не угадай-ка Сколько можно Я говорю Ну вот так получается Вообще иногда Находится свободное время Я безумно теперь жду выходных Для меня пятница Это что-то такое Как новый год Такой человек работающий Да Я прям каждый день О, сегодня пятница Так, значит Сегодня Можно не позаниматься Например, пойти Или там еще что-то То есть Прям как глоток свежего воздуха Вот пятница, суббота Вот разрядка В воскресенье у меня тоже Как уже каторга Нет, все Надо снова Собраться За работу, да И серьезно Ты вот там Два дня я там не поделала И просто Ну или там гармонию не открывала Там три дня Или там неделю И тему заново Открываешь так Что там было у нас И мы начинаем Я начинаю там заново Что, почем и как Нась А что для тебя самое сложное в учебе? Из предметов? Да, из предметов Ну, я думаю Это гармония Ну, пока что Ну, это всем Всем студентам Почему-то именно гармония Кажется, что Самый сложный предмет Не то, что сложный Просто он слишком В нем В гармонии Нужно слишком много думать Да, да, да Вот у меня нет И все пока гармония И там все как-то выстроено Логически То есть Если ты где-то ошибешься Например, в каком-то такте Потом ты можешь как-то решить Да, да, да Но у тебя может пойти Все не так То есть если первая Нота неправильная То все остальное Не то, что нота Если ты аккорд Ты можешь строить, 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 строить Потом у тебя может что-то Как-то пойти не так Или ты, может быть, ошибиться В построении Приходится заново стирать Да Там ты так-то И вот Я такая Я когда делаю гармонию Я делаю Вроде по логике И по правилам Все сходится Но когда я пытаюсь Это все сыграть на пианино Это ужас Это ужас просто Да, даже, знаешь Даже не сама гармония мне сложна А больше игра Да Когда нам издают Различные цепочки Различная Там Последовательность Аккордов Играют Плюс Ты не должна Это все строить То есть ты должна Вот просто тональность Перед тобой Цепочка аккордов И ты должна сыграть И причем сыграть это так Чтобы все логически было Все голоса шли Так, как это надо делать Чтобы все соединялось Так, как это надо делать По какой-то определенной теме И я просто сижу У меня глаза разбегаются И я понимаю Что я торможу очень сильно Но Наш педагог говорит Что всем сложно играть Поэтому это только навык Если ты будешь тоже каждый день заниматься То все будет хорошо То все придет в норму И выработается И ты будешь уже через, наверное, полгода Может, если ты будешь систематически заниматься У тебя как-то получше все станет Быстрее намного Реагировать ты будешь по-другому Вот ты уже пришла в училище Ну, так скажем В зрелом возрасте Ну, для училища Но к нам поступают 16-летние, 17-летние ребята Вот что ты хочешь им пожелать? Какие они должны быть? Например, которые придут на ваше отделение? Потому что вот у меня соседка Она тоже первый курс на теоретическом И она такая Боже, и на мне так сложно И на мне так сложно По ней видно то, что ей реально очень сложно Трудно все дается Но она старается Молодец Знаешь, хочу пожелать Даже не пожелать Это просто как совет Не люблю никогда никому ничего желать Они же еще приходят Как со школы То есть у них еще Нет понимания того, что они студенты Это придет, наверное, к ним Вот ко мне это пришло На курсе втором, наверное То, что Нужно самим все делать За тебя никто ничего не будет делать Никак в школе Не будут тянуть У нас, конечно, в училище тоже есть Такое, что Помогают очень часто преподаватели И это очень хорошо Что они не бросают Не оставляют там Ай, ты сделай, как там ты хочешь То есть они прям до конца Если ты что-то не понимаешь Так же по фортефиану с тобой сидят По два, по три часа Можно два часа заниматься Учить четыре такта Но выучить их железобетонно Но если ты после этого Не пойдешь и не проиграешь Это все Не запомниться Твои четыре такта Как будто ты в пустую Просто преподаватель Потерял с тобой время Поэтому хочется посоветовать Чтобы они поняли для себя Что им нужно в этой жизни И что если они пришли в музыкальное училище То нужно работать Потому что я считаю Что наше музыкальное училище Оно одно из самых лучших в Чувашии Именно поэтому я туда пошла Потому что там, на самом деле Дают хорошую базу Классического музыкального образования Именно с самых азов С самых низов Потому что если ты где-то Что-то упустил Потом очень сложно Нагонять По себе просто Зная моменты какие-то Очень сложно вникать Это нужно вообще Окунаться В самый Самый дальний угол Что-то там Пытаться делать Вот поэтому У нас очень хорошие преподаватели Которые очень доступны Нам все объясняют Сидят с нами Прям вот занимаются Это очень ценно Спасибо им за это Спасибо вам А вот, Настя О чем вообще мечтаешь? Вообще В плане Жизни Да Да Ну сейчас у меня цель Закончить магистратуру Закончить училище Ты не устала учиться вообще? Если честно У меня мелькает В голове пара мыслей Что кажется Что-то идет не так Кажется уже хватит Потому что у меня Ну вот подружки Однокурсницы Они уже выпустились Они говорят Так классно Что мы выпустились Я уже так устала Как ты сейчас Столько учишься? У меня есть подружка Которая каждый раз На каждой встрече Мне говорит Как ты столько учишься? Я уже не могу Как бы Я еле как закончила Мне уже нервов не хватает Я говорю Ну вообще Мы учимся всю жизнь Ну это да Какая разница Что мы учимся в университете Или нас просто жизнь учит Поэтому Я не вижу в этом ничего плохого Просто у меня цель Мечта Наверное работать После этого Закончить работать В музыкальной школе Преподавать Теоретически Дисциплина Ну я бы больше Конечно Хотела бы преподавать Больше музыкальную литературу Вот Что вот связано Именно С творчеством С анализом Произведений Как это все выстраивается Почему так А почему вот так Вот все это анализировать Чтобы дети мои Быть с ними на Одном уровне Чтобы не просто им Говорить какой-то голый текст А чтобы это Преподносить так Чтобы им захотелось Узнавать это вместе со мной Потому что Когда мы проходили практику В университете В школах тоже Это такое Чувство Такое наслаждение Когда ты Готовишь урок Вот для малышей Например Первый Второй Класс И Прямо в эту шкуру Их входишь В детскую И вот начинаешь Думать как они То есть на их языке Разговаривать И потом Когда ты проводишь С ними уже Как бы повторение В конце урока И они смотрят И они так активно Тебе отвечают У них глаза светятся Блестят Они прыгают А вот А вы еще вот это сказали А вы вот И это Так классно Когда Отдача есть У детей А тебе нравится Климат На вашем отделении Как у тебя С Антоном Вы знаете Я знаю Что у вас в группе Только два человека Ой Антон Это вообще Такой мой хороший Товарищ Однокурсник Которого я считаю Умнее себя Он мозговитый Такой парень Я всегда ему говорю Вот Антон Ты же говорю умнее Он такой Все время стесняется Говорит Да ладно Настя Что ты преувеличиваешь Я говорю Да нет Правда Меня очень повезло С одногруппником Потому что мы с ним Можем посмеяться Он может мне посоветовать Подсказать какие-то вещи Вот Так что Климат у нас Очень хороший И я У нас вообще мало По сути Поэтому Что нам Общего языка Чтобы не найти У нас второй Первый И до четвертого Куза Даже третьего Нету Поэтому Все хорошо У нас на отделении Со всеми Мы хорошо общаемся Взаимовыручка Взаимопомощь Она присутствует Ты сказала Что у тебя Любимый предмет Один из самых любимых И ты хочешь Его преподавать В музыкальной литературе Какой твой Самый любимый композитор Да Кстати Из какого Мы сейчас проходим с тобой Романтиков Давай из романтических Наверное Из романтиков Мне больше Шопен нравится Как раз мы проходим Ну это не потому Что мы сейчас Мы тоже проходим А просто А ты тоже Второй кур Я забыл соседа Просто потому Что мне нравится Его творчество Судьба Конечно У него была Не очень Такая Удачная Умер он Очень рано Но его музыка Близка Мне как-то По настроению Также мне Шуман нравится Тоже хороший Зарубежный Композитор А из отечественных Из отечественных Из русских Мне нравится Чайковский Петр Ильич Конечно же И Рахманинов А из чувашских Есть у тебя Композиторы Из чувашских Да Я вот Когда я училась В университете У нас был конкурс По Аккомпанементу И Вообще Мне нравится творчество Филиппа Лукина Все говорят И Я играла Там Аккомпанировала Вернее девочки Очень один Красивый романс Калина красная Нет На сирене Мне тоже Очень нравится Ушан Грибова Да Вот И Они безумно Все красивые И Я не знаю Как так было Вот Можно Как вообще Композиторов Так вот Просто берут Пишут музыку Спокойно Что-то в голове Себе нарисуют И уже Многие Для меня всегда Это была Такая загадка Для меня Это очень сложно Сейчас есть И свое душевное Состояние Свои переживания Взять там И На инструменте Сыграть Выразить Как бы Это очень Для меня трудно Да Ну Настен Спасибо большое Нам Было очень интересно С тобой поговорить С тобой там Узнать твои Переживания Например Вот Я не знаю Чувства Спасибо что пришла к нам Не проигнорила нас Да И Нам было очень интересно Очень интересно Да Мы тебе желаем Творческих успехов Чтобы ты закончила Магистратуру Когда И хорошо Закончить сессию Да И Спокойно Уйти на каникулы Спасибо Вам тоже желаю Сессию нам вместе Давайте Спасибо Ну спасибо большое Что смотрели нас До новых встреч Магистратуру